16 мая в Измаильском дворце культуры состоялась премьера, которую ждали. Народный музыкально-драматический театр, благодаря талантливому составу актеров во главе с режиссером Ольгой Герасимовой, неоднократно представляет глубокие по содержанию постановки. И на этот раз театр взялся, казалось, за неосуществимый проект – постановку по произведению Евгения Ганина «Капля таланта» монологии. Текст Ганина можно разобрать на цитаты, он великолепен, он великолепен, где-то перекликается с текстами Шекспира, он узнаваем. И прекрасная фраза «Рожденный ползать не взлетит, вранье его могила». И, конечно же, вот эти капли, капли, которые заставляют человека мучительно что-то делать, потому что наш герой, наш мастер, он сейчас в ситуации, когда вот действительно прошлое для него оторгнуто, будущего нет и смысл потерялся. И он считает, что и так оно и есть, эта ситуация знакома для каждого творческого человека. Когда мы не понимаем и мы не слышим, и наш герой начинает писать монологи и отправлять их во Вселенную. И свои состояния он передает вот этих монологов. И, конечно, мы старались, чтобы этот спектакль получился цельным. Вот это была сложность цельным, чтобы это были не отдельные монологи, потому что, в принципе, это произведение не драматургическое. И поэтому здесь вот и была и пластика, здесь были какие-то и танцевальные, но даже не танцевали пластические вставки. Вот. И мы через это вот именно говорили со зрителями. Спектакль неразвлекательный по содержанию. В нем каждый найдет свое. И трудности бытия, и желание выразить себя так, чтобы не угаснуть, и найти себя, и не расплескать свой сосуд жизни. Усиливают смысловую нагрузку происходящего на сцене свет и музыка, тщательно подобранная под каждый монолог. В этом режиссер благодарен звукооператору Андрею Яблокову. Разговор о насущном, может быть, о самом, ну, таком, очень маленьком, но через вселенную, через космичность. И поэтому у нас вот тема космоса, да, у нас тема крыльев проходит через весь спектакль. Задуманное у талантливого и творческого коллектива театр получилось. Зрители прочувствовали то, о чем говорили актеры. В завершении на сцене актеров и режиссера одаривали цветами. Зал аплодировал стоя, так поблагодарив за прекрасную работу. Наталья Слободяна, Юрий Слободяны, Бессарабский медиахолдинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова